В Омской области льготникам будет выдано почти 3,5 тысячи земельных участков. Об этом заявили на последнем заседании Межведомственной комиссии при Министерстве имущества. Впрочем, можно ли будет на этих участках построить дома и жить? Денег на то, чтобы подвести к нему свет и воду не хватает. К примеру, в бюджете Омска нет денег на подведение инженерных коммуникаций к участкам земли, выделенным многодетным семьям. На эти цели в 2017 году заложено всего 1 миллион 700 тысяч рублей. А согласно смете, строительство инженерной инфраструктуры на землях для многодетных будет стоить более 460 миллионов рублей. Между тем, многие омичи уже построили на этих участках дома и живут там без электричества и тепла. Екатерина Хлемязева продолжит тему. Прогноз погоды – главная тема для обсуждения в семье Расторгуевых. В доме на улице Лобова, где живут трое детей, нет воды, газа, света и централизованного отопления. Общая комната на всех и туалет на улице. Строительство сильно дорого, много денег уходит, поэтому на съемы уже вытянули. Переехали сюда. В трех кредитах. Еще недостроенный, но уже жилой дом топят дровами. Но чтобы насос в котле разгонял кипяток по трубам, нужно электричество. Бензиновый генератор съедает в месяц 30 тысяч рублей. Даже мультики в этом доме для детей по расписанию. Конечно, мы целый день его не гоняем. Часа по три, по четыре утром и вечером. Пока там телефоны зарядятся, насос прокачает систему отопления и так далее. Расторгуева не единственная такая семья. Все накопления в строительство вложило и семейство Потехиных. Поверили, что к юбилею города власти проведут хотя бы свет. Ведь строительство коммуникации планировали включить в схему подготовки к 300-летию Омска. Там вот наша спальня, а здесь девочка у нас, Костя Настя, Света и Диана. Однако бюджетные транши из Москвы в связи с кризисом сократили. На нужды многодетных денег не хватило. Тогда решать проблему с коммуникациями власти предложили поставщикам услуг. Внести дорогостоящие работы в свои инвестпрограммы смогли не все снабжающие организации. Омскводоканал пообещал выделить 46 миллионов, чтобы проложить трубы к участкам Налобова и Маргелова. Но будет это только в 2018 году. ОАО «МРСК Сибирь» и «Омск Энерго» ведут работы по проведению электросетей в Кировском округе, улицах Кондратюка и Пятой Широтной. Что касается планов на будущее, согласно проекту бюджета Омска на 2017 год, денег на строительство коммуникаций к участкам многодетных планируется выделить 1 миллион 700 тысяч рублей. При этом провести провода на Лобово, где живут Расторгуевы, будет стоить порядка 14 миллионов рублей. А на Молодово, где стоит дом Потехиных, 20 миллионов. В общем, проблема в ближайшее время вряд ли решится. Екатерина Хлемязева, Ольга Качкурова, Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.